Вы не помните? Вы не помните, но до этого уже выходили ролики по Оверлорду, так что если не смотрели, то посмотрите. Конечно же, блядь, конечно же, Бэпс, я прямо сейчас пойду и потрачу час своей жизни на пересмотр того, что же там было в сраном Оверлорде, потому что ты залупа такая ленивая, ленишься все это пересказать, скотина. Ну все, я побежал, вот прям бегу, бегу пересматривать, бегу вот через поле, а через луга бегу пересматривать, скорее, смотри, скорее. Хей, с вами Бэбэй. Думали мы думали, да решили, что пора бы пустить в ход наши нынешние сокровища. Имеется в наличии Ви и множество игр, среди коих числится Оверлорд Дарк Ледженд, или же по-нашему Повелитель Темная Легенда. Играть я буду на Wii U, просто потому, что у нее есть вшитый эмулятор Wii, да и просто обычные колокольчики в Эвермидию не втыкаются. Если вы лицезрели те самые мои игровые документалочки, то про мое теплое отношение к первому Повелителю и Повелителю второму из-под пиростудии Триумф вам известно. Плюс у вас примерно закрепилось в голове, что из себя вообще представляют данные игры в жанровом типаже. А именно, мы бегаем, качаемся, управляем подписчиками, лупим мейнстримную челядь и иногда делаем выбор в темную или очень темную сторону. Но если первая и вторая часть были полноценными играми, имеющими некоторые связи между собой, то вот Темная Легенда это нечто совершенно другое. Дамы, трапы и господа, присаживайтесь. Мы начинаем. О, вот это я понимаю. Ой, давай, Бэпс, что прям как в старые добрые. После внезапного успеха первой части, было решено ковать писюн пока горячо. О, хо, 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 ПИСЮН. Игра только вышла на Xbox и ПК, однако высокие продажи заставили задуматься, а как игры будут продаваться на других игровых системах? Еще во времена разработки были мысли о порте на третью PlayStation, но тогдашняя архитектура консоли была максимально кусачей в освоении. В то время многие разрабы боялись браться за сосной от Sony, потому что железная начинка состояла из хитросвязанных говна и палок. Я могу провести достаточно показательную аналогию с рисованием. Если создание игр под Xbox было похоже на рисование в фотошопе, то вот третья PS-ка походила на смесь Paint Tool Sia и ArtRage, что были запущены через эмулятор Windows на Mac OS. Ну а тем не менее, консоль все равно 10 из 10, а кому не нравится тот полурослик из Нижнего Интерната. Эээ, да я тебе! Благо, успех произошел. Игра взлетела и параллельно с дополнениями к игре, Триумфы также запилили порт в виде особого издания. Но и этого оказалось мало. Появились идеи о переносе игры на Nintendo Wii. Wii очень популярная по тем временам консоль с необычным подходом к контроллеру и весьма слабым железом. На ней было много оригинальных игр, но из-за массового спроса на приставку положили глаз многие разработчики и выкатили огромное множество сомнительных проектов. Если есть какая-либо популярная игра, значит надо ее обязательно выпустить и на Wii. Разработчики пропускали мимо ушей тот факт, что порой оригинальный проект совсем не подходит по техническим требованиям, и если выпускать игру, то надо делать ее с нуля и возможно на совсем другом движке. Но нет, это слишком затратно, давайте просто выкрутим графику на минимум и обрежем игру как только можем. Триумфы прекрасно осознавали, через что придется пройти, чтобы портировать повелителя на японскую систему. Если игра пройдет через весь этот процесс сжимания и шинковки, то по итогу продукт может оказаться не***чески кастрированным. Но игру-то выпустить охота. Это в теории может принести немалый доход, да и просто любопытно, как оверлорд зайдет аудитории Nintendo, ведь изначально разработчики при создании первой части вдохновлялись одной из нинтендовских игр. Ля, не знал, что оверлорд это копирка марева. Вот тебе кучись, шоб заебе... А тем временем рекламная пауза на канале Бебей. Эээ, я шток на пивас отвернулся! Время идет настолько быстро, что будущее уже не у порога, а буквально у нас дома. Раньше приходилось приобретать огромнейшие дорогущие машины, чтобы позволить себе поиграть на хотя бы средних настройках, и при этом не факт, что сборка будет актуальна хотя бы года два. Но работяги из... Интериор! ...полностью решили эту проблему. Теперь на качество игры влияет не видеокарты и процессоры, а... Скорость интернета. GeForce Now, он же GFN.ru, это инновационный облачный вид гейминга. Ты спокойно можешь играть на своем рабочем ноутбуке, телефоне и даже на телевизоре в самые новые игры и не испытывать каких-либо проблем. Очень много самых разных компаний пытаются в данную видеоигровую отрасль, и лишь у GFN.ru хотя бы все работает. Все больше и больше появляется серверов на территории нашей страны. Началось все с Москвы, а ныне уже на территории Урала установлены огромные машины, чтобы мы с вами могли играть с минимальнейшей задержкой. Так что если вы живете в Екатеринбурге или Челябе... Или даже в Сибири! ...или даже в Сибири, то для вас у меня хорошие новости. А знаете что? Давайте я покажу вам все на своем примере. Сам я живу на территории Башкирии, изначально я очень сомневался в работоспособности данной технологии. Однако, я тут правда не до конца все настроил, поэтому разрешения здесь немного меньше, чем я хотел. Благо я во всем разобрался и следом включил Ведьмака. Тут-то виднеются все прелести облачного хостинга GFN.ru. Максимальная графика и минимальная задержка. Я специально для вас заснял с телефона именно сам процесс, как я все записывал. Словно взял да запустил просто так, со стима. Впечатляет. Огромнейший каталог игр, плюс ты можешь использовать свои собственные со стима и балдети, где твоей душе угодно. А сам же сервис можно опробовать абсолютно бесплатно, но с небольшими ограничениями. Ну а если ты хочешь играть с трассировкой лучей RTX и получить приоритетный доступ в сервис, ну еще плюс подарки от издателей, короче полный фарш. Подключай премиум. По промокоду BBA будет 10% скидка. Но и это еще не все. Cyberpunk 2077 будет доступен для игр буквально в день релиза на максималках и с рейтрейсингом. Просто вау. Регистрируйся по ссылке в описании и играй в свои любимые игры прямо сейчас. А мы продолжаем. Амм, в свое время вышла игра Pikmin. Там мы играем за исследователя планет, который управляет разноцветными существами. Под его командованием они делают разные штуки. Помогает ему решать головоломки и побеждать опасных противников. Как вы можете понять, концепцию переняли триумф для игр Оверлорд, и поэтому им весьма интересно, как ту же конфетку в другой обертке воспримут Марио Бои. Однако оригинальная первая часть так и не вышла на Wii. Триумфы осознали, что как бы они ни хотели, но игру даунгрейнуть не получится, и поэтому единственным выходом было создание игры с нуля. Был найден компромисс. Дать другой студии сделать спин-офф Оверлорда, пока триумфы работают над второй частью. Этими счастливчиками стали ребята из Климакс Студио, с которой в свое время прославились такими играми, как Судейки и две игрули по Сайлент Хилл. Не сказать, что они клепали шедевры, но под правильным руководством и со сценаристом оригинальной истории в лице Рианы Пратчетт, глядишь, что-то и получится. Сама игра вышла в июне 2009 года, буквально день в день со второй частью. Что же из этого вышло? Сейчас мы и узнаем. А вот меню Wii, кстати. Необычно. А на этом моменте у меня произошел так называемый ле стояк. Запустив игру, я подметил весьма забавную странность. Шла заставка с моментами из игры, а на фоне играли знакомые мотивы, и они были не просто знакомыми. Это буквально музыкальная дорожка из оригинального меню. Во многом климаксы не запаривались и просто использовали исходники первой части, потому что... а почему бы и нет? Денег много тратить не надо, новички не поймут подвох, а старички ностальгично крякнут. Сама игра начинается с того, что наш старый знакомый Гнарл решает поведать предысторию главного героя. И тут я заранее скажу, чтобы у вас не было каких-либо вопросов. Данная сюжетная линия никак не связана ни с первой, ни со второй игрой. Единственное, что нам известно, события происходят задолго до первой части. Так, а шо там у нас было? Кхм. Однажды, в землях зеленой долины, в замке Громгород, родился юный лорд. Я все помню так. Жизнь будет ваша полна вопросов, юный повелитель. Но я-то знаю, что ваши крови... И на ваше шестнадцатилетие вы получите свои ответы. Ну вы знаете, зло всегда найдет путь. Будущий повелитель рос, а жизням королевства все больше походило на Казахстан из Барата. Урожай гнил, плурослики косплеили цыган, а волки с бандитами то и дело кошмарили крестьян. Актуальный на то время король, а именно отец юного повелителя, был лютейшим косипошей, беспокоившимся не о своем королевстве, а об эпичных походах и приключениях. Он надеялся стать знаменитым, правда и там ему не везло. Из-за этого от него ушла жена с каким-то богатеем, а королевство окончательно окунулось в лихие девяностые. Так шли года, и нашему герою стукнуло шестнадцать лет. Организм наполнился типичными для такого возраста побочками в лице сперматоксикоза, обиженности на жизнь и обильных прыщей на роже. Отец в очередной раз ушел в поход, а мальчишка остался наедине со своими гадкими братом и сестрой. Лорд Гринвилл и Леди Герда. Тут-то и начинается история. Одним чудесным утром наш герой проснулся в своей комнате, более похожий на типичный общажный скворечник. Грязные тарелки и куча хлама имеются. Осталось только заиметь компьютерный стол, который из-за частой мастурбации станет похож на янтарную комнату. Очнулися, мой лорд, а может тогда поможете мне замок почистить? То, что я вам далее скажу, покажется забавным. По лору игры Юнолорд самый нелюдимый из королевской читы, но при этом его придворные и слуги любят больше всего. Все в замке Громгард относятся к нему с любовью бабушки с дедушкой и всячески помогают ему, просто потому, что он не мудак, как его родня в лице брата и сестры. А самым близким его карифанам является повар Ролик, также известный по книге «Тысяча и один способ приготовить тыкву». А еще он похож на Саню СХС. СХС. Ну я надеюсь, в этот раз твоему бате там в походе повезет, нам бы этот тип солнца-то не помешало. Замок в упадке. Всюду нищета и жалобы со стороны служащего персонала. И как они хотят, чтобы работали здесь? Верность? Сложно быть верным на пустой желудок. Уже глядя на все это, мы можем примерно понять суть актуальной ситуации. Все плохо и грустно. Плюс нам на глаза попадаются те самые Гринвилл и Герда. Я желаю инвестицией Лидиума Герда, так что за мелким следи ты, я пошел. Я п***ю на себя спи***ю, пока ты шройбился ими этими голубками эльфами. Я сама пошла на золотые холмы дворфом, так что п***ю сам на себя. Ну что значит, ты сам по себе, маленький брат? Ты уж постарайся там как можно сильнее покалечиться. Стереотипно злые брат и сестра. Я конечно сказал бы, что это клише, но в наше время разработчики так пытаются удивить нас своей оригинальностью, что пусть лучше будут такие дурашливые, но приятные глазу типы. Вслед за дверным хлопаньем внезапно показалась некая секретная дверь, а повар ролик позвал нас дабы одарить замечательным сюрпризом. По словам Кашевара, столь странный подарок пылился долго, ведь кто-то велел его подарить именно на 16-летие. Внутри же оказалась странная перчатка, что отдавала аурой магии. А шоу, весьма балдежно, я бы даже сказал знакомый, циста, кто ж тебе такие подарочки-то дарит, глядишь за тобой, кто-то приглядывает, юный лорд, а? А ты шо скажешь, Джинкс? Стоп пауза. Тот, кого вы видите сейчас, является придворным шутом Джинксом. Он полурослик и на свою беду обитает тут именно в период массовой ненависти к его расе. Поэтому Гринвилл и Герда настолько зачморили беднягу, что он из веселого крапуза стал вот таким. Уверен, Рианна Пратчетт взяла этот образ из жизни. Думаю, у вас тоже есть знакомые, живущие с такой рожей, зато на мемасы отвечающие самыми большими хддшками. Эй, я вообще-то и есть такой знакомый. Хдд. А Джинкс ради экономии купился консоль. Оставляем этих одних и идем с этой перчаткой к той самой двери секретной. Магия открывает нам проход в тайный королевский зал. Уверен, что о нем никто не знал, потому что люди в этой игре, мягко говоря, ебан. Anyway, из железной девы доносится до нас чей-то тихий час. А наш юный герой облачается в броню повелителя. И она ему как раз. Здоровенький булы и повелитель в вашем новом доме. Вкусите сочный аромат тьмы и вдохните запах зла. Это ваши крови, лорд Громгард. Ох, и долго же я вас ждал тут. Я даже немножечко тут успел задремать, отдохнуть, как говорится. И немного перекусил. Гнарл явился нам поведать, что мы есть лорд Громгард, официальный хозяин всего здесь. Он будет вести нас по тропинке зла, но пред этим следует познать азы. Для начала мы сравниваем с землей комнату герной, дабы показать, кто здесь паштетом командует, а следом в наши руки отдают прихвостней бурых. По нашему велению они подвергают комнату Гринвилла молдавскому ремонту. Управление, кстати, весьма необычное, ведь контролерами что ломать. Еще я могу наносить удары, тряся вот этот нунчак, но я, если честно, надеялся, что боевку тут будет подобно Скайвордсворду, но да ладно. Увы, но веселье внезапно оканчивается, ведь с кухни доносятся недовольные оры Кашевара. Ролик отбивается от неожиданных, как испанская инквизиция голодных полуросликов, что вырвались в замок с целью хищения продовольствия. Мы же, как полноправный лорд Громгард обязаны предотвратить нападение пузатой мелочи. Хм, то ли я уже присытился всякими якобы элитарными шутейками постеронии, или же в этой игре юмор очень даже годен. Я хоббитов и в лучшие времена ненавидел, а сейчас далеко не лучшие времена. Ущербных недорослей мы изгоняем из замка и бежим по их следу, ведь шпану желательно бы забанить пермачом. Вдобавок, как оказалось, они подожгли наше имение. Вот сволота не скажу, я до вас доберусь, это ехать от бэган напихаю. К тому же мы наконец-то на свежем воздухе можем в полной мере насладиться геймплеем и местными красотами. Следуя канонам оригинала, мы ломаем тыквы и всякий мусор. Все это весело и ехидно. Такое понравится даже самому привередливому фанату серии. Это настоящий хозяин, я бы даже сказал барин. Дальнейшее представление оказалось не менее юморным и даже гротескным. Как оказалось, полурослики чилят и жрут вкусняхи на Громгардском кладбище, где они также удерживают красных прихвостней и их логово. С их помощью они похоже поджаривают себе сосисочки для бранча. Мы устраиваем им легкий перекус пи***ями и возвращаем то, что принадлежит нам. Красные тушат пожар в замке, всасывая в себя огонь, а недобитки становятся добитками. Но проблемы на этом совсем не заканчиваются, ведь по словам шашлычника с ума свихнулся шут Джинкс и похоже он все это и затеял. Впереди первый полноценный босс-файт. Время полуросликов теперь склонись или пострадай от перейдейки слова рока Ой, е***ан. Именно во время этой битвы я понял, что не зря столько ждал возможности поиграть в данную Игорю. Хоть и сделана она совершенно другой студией, но сделана с душой и пониманием общей концепции. Пока что игра лютейшая годнота, а заодно именно тут мы узнаем происхождение того самого прихвостня шута. Громгард ныне ваш хозяин. Ныне же можно протянуть наши ручки в земли и подальше. здравенький хозяин давай принцесса ковыряешь как дохлый барсук а воняешь еще хуже. Ну в общем-то именно с этого момента начинается полноценная игра. Замок полностью наш, а мы получаем мотивирующие задания, как например вернуть украденную неверными слугами плавильню. Параллельно со всем этим мы ловим дополняшки от ролика, как например уничтожить гнилые тыквы. Сюжетец закрутился. Кстати я подметил для себя достаточно приятные нововведения как красочная карта и внутриигровая энциклопедия, поясняющая подробности лора игры. Лично я узнал, что оказывается до этого замком правил черный барон, он же бывший повелитель и наш дядюшка. Самое забавное, что несмотря на его так называемые злодейства и жестокость, он был годным правителем, ведь при нем никто не голодал и земли были свободны от всяких тварей с бандитами. Достаточно ироничный подход. То есть вы хотите сказать, что при тиране жилось лучше, чем при спонсируемой эльфами оппозиции? Ныне же мы в поисках плавильня для улучшения нашего инструментария. Ступаем по земле фермеров и заодно обучаемся новой фишки игры, что по моему мнению не то, чтобы бесполезно, а скорее ну хрен его знает. Мы можем приносить жертву одного из наших слуг, взбалтывая его как бутылку колы и отпуская вперед, дабы он жахнул. Я так понимаю, эта геймплейная фишка буквально взята из жизни. Фермерские земли внезапно оказались полны бандитами и жуликами, камшаричами народ. Они настолько всех заколебали, что местное поселение буквально закрылось от остального мира. Слышь, братюнечка, это не юный лорд из замка Громгород там, а? Ари, а я думаю, ты прав. И что это за шляпа на нем, а? А, так он же дворянин, все они шляпы типа носят дворянин. Слышь, нам типа пофиг что ты там носишь, но сюда ты не войдешь. Да, у нас тут достаточно проблемы с бандитами. Ну ты слуха, а может тельце заключим типа ты там бандитам поджопников надоешь с этими своими маленькими братишками и его шляпой. Да, да, с шляпой. А мы тебя пустим, а? Сыглы. Хоть все это и выглядит буквально как копирка оригинальной игры, сами диалоги забавные, а я же посчитаю все это приятной отсылкой. Лагерь бандитов находится в Печере Черепа, что, как подмечает Гнарл ни хрена не оригинально. Сами бандиты должны представлять опасность, а ею даже и не пахнет. Мы бандитус от соситос. Если первая часть они были как лихие ребята из 90-х, то тут они скорее как современная ауешная шпана, способная срать в комментариях, а в рел срать в штаны. Хотя весьма удивился, когда увидел, что они взяли в плен каменного гиганта. Правда, потом он их убил с нашей руки, а мы же убили его. Вот он, круговорот звездюлей плавильня. Смею заявить, прокачка тут отличается от того, что было в первой части. Тут нам не нужно тратить жизненную энергию прихвостней. Золота вполне хватит. Смотрите, какой я пельмень нарядный. А в самой деревеньке ныне мы желанный гость. Тем более, как говорят жители, мы не такой уж и мудила, как наша родня. Вы не как ваши родня, лорд. Вам и ваши шляпи тут рад в любое время. А о том, что было дальше, вы узнаете в следующей серии приключений молодого повелителя Громгорда. До скорых встреч, я же пошел бить тыквы. onnал. aaa? вещь! Субтитры создавал DimaTorzok